Сделать вывоз бытовых отходов удобным как для возщиков, так и для населения. Такова одна из главных целей мусорной реформы в Московской области. Главный аспект в этом деле обустройство контейнерных площадок, поэтому именно этот вопрос рассмотрели на очередном оперативном совещании в администрации муниципалитета. В 2019 году на территории городского округа отремонтированы 25 контейнерных площадок. По словам представителей органов власти, это еще не конечный результат. Администрации удалось сэкономить средства с текущих контрактов, а также получить дополнительное финансирование, что позволит до ноября этого года привести к единому стандарту 66 площадок в нашем округе. И мы планируем еще до ноября отремонтировать еще 41 площадку. Это 6 на территории Огутнего, Турбино, Гребнево, 20 в Щелково, 6 в Мойно, 9 в Заголянском. Уже формируются задачи на следующий год. В планах установить 35 новых контейнерных площадок, 25 из которых будут располагаться в частном секторе, где сегодня вопрос вывоза мусора востребован больше всего. Региональный оператор отказался от пакетированного сбора, поэтому установка централизованных мест для сбора отходов просто необходима. Сейчас администрация занимается поиском источников финансирования для проведения работ. Кроме вопросов, связанных с контейнерными площадками, на совещании обсудили ситуацию с подписанием договоров на вывоз мусора садовыми и дачными товариществами. Из 246 Щелковских СНТ и ДНТ необходимые документы имеются у 206. 40 председателей товариществ пока что требования федерального закона не соблюдают. У 27 не получилось правильно заполнить транспортные файлы, что затянуло процесс подписания соглашения с Хартией. Остальные пока пытаются сделать все возможное, чтобы необходимый по закону документ не подписывать. Десять отказываются заключать договор из-за незнания и неправильного трактования федеральных законов о законах. Два СНТ невозможно дозвониться, отсутствует СНТ по выходным и дуне, и один председатель в отпуске. Товарищество, которое пока не слышит требований закона, находится в Трубино, Медвежьих озерах, Гребнево и Щелково. Больше всего СНТ-нарушителей – Вогуднево. Здесь необходимые договоры отказываются заключать 14 председателей дачных и садовых товариществ. По словам представителей администрации, избежать наказания за игнорирование законных требований не удастся. Нарушителей ждут штрафные санкции в размере от 100 до 250 тысяч рублей. Четыре СНТ на территории округа, которые ранее отказывались от заключения договоров, уже привлечены к административной ответственности. После выплаты штрафа все необходимые документы председателями были подписаны.